Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я вижу, что у вас есть ответы уже, поэтому если мой ответ будет как-то пересекаться с ответами других коллег, прошу меня извинить. Все ответы я не читаю, поэтому как бы извините. Итак, у меня новая работа, прохожу стажировку, боюсь, что не справлюсь с новой программой, работа с людьми, нужно знать законы, разбираться в документах. Долго не могла найти работу, теперь вот нашла, но мне трудно. Обратная связь с руководством все записывая, так все нормально, нам все устраивает. Про что ваш вопрос, собственно говоря, и чего вы хотите? Это первое, да? Второе. Значит, страх не справится. Абсолютно нормальное чувство. Абсолютно. Более того, чувство нужное для того, чтобы стать лучше. Но понятно, что в вашем случае речь идет как бы больше о том, да, что оно, это чувство, перебивает все остальное. То есть оно доминирует. И тем самым вас как бы подавляет. И вот с этим, наверное, нужно что-то делать, да? То есть, ну вот с этим, вероятно, вероятно, с этим, вероятно, вы бы, ну, вы бы хотели что-то сделать. Вот. То есть, давайте мы с вами посмотрим, вот, вот, вот на что. Давайте мы с вами посмотрим здесь на то, в частности. Какова ваша цель? Работа. Да? То есть, вы долго искали работу, не могли найти. С чем это связано? Не могли найти что-то по душе, например. Или по какой-то другой причине. То есть, обратите внимание, что работа для вас стала чем-то, получается, таким, как будто бы сверхценным. Да? Потому что вы не могли долго ее найти. Вот на это нужно обратить внимание на то, чем вы наделяете свою работу, да? То есть, какими, ну, качествами, какими характеристиками вы наделяете вот то, что вы делаете. То есть, для вас это просто работа, например. Для вас это просто возможности реализовываться, например. Да? Или, или, или есть что-то еще. Вот. То есть, давайте вот на это, на это посмотрим. Это первое. На что хочется обратить, обратить ваше внимание. Ну, как минимум, да? Дальше. На что вы сами обращаете свое внимание, когда работаете? Ну, то есть, понятно, что вы обращаете внимание, допустим, сейчас на то, что можете ошибиться. То есть, у вас вот есть страх ошибки. Что для вас это значит? То, что вы можете ошибиться. Для вас это означает, например, то, что вы какая-то плохая сразу становитесь. Для вас это означает что-то еще. То есть, давайте вот с этим разберемся. Дальше. На что нужно обратить внимание. Какие еще чувства у вас возникают, когда речь идет о работе? Да? Когда вы работаете, какие еще чувства у вас возникают? То есть, вы в этом смысле, чего еще, еще бы, еще бы чего хотели бы? То есть, вам чего еще хочется? Когда мы говорим о работе. То есть, вам, ну, интересно ли вам делать то, что вы делаете? Допустим. Допустим. Нравится ли вам? Вот. То есть, как-то вот на эти вещи вам, на мой взгляд, тоже нужно обратить свое внимание. Потому что то, что вы фиксируетесь только на страхе ошибки, да, это означает, что вы не замечаете всего остального. А заметить то, что есть еще, очень важно. Потому что, вполне может быть такая история, что вам, к примеру, просто что-то не нравится, что-то не устраивает, но вы, вы себя, как бы, ну, можете заставлять. Да, то есть, вы можете себя просто пытаться заставить. Вы можете пытаться себя заставить, ну, вот этим заниматься, например. И, поскольку заставление никому не нравится, ну, никому не нравится заставление, когда его, когда человека заставляют, да, вот, может появляться как раз страх. Вот, вполне, вполне может появиться страх. Вот, ошибки, боязнь того, что я не справлюсь именно по, именно по тому, что вам, ну, как бы, не очень хочется делать то, что вы делаете. Ну, вот. Или, наоборот, придаете сверх... 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 сверх ценно... ну, сверх ценность у работы. Вот. Страх, да, если вам не интересно, то есть, если вы, вот, ну, не чувствуете какого-то интереса к тому, что вы делаете, да, к тому, чем вы занимаетесь, вот. То тоже возникает, конечно, страх ошибки, потому что, ну, на чем-то, вот, на чем-то фиксироваться нужно. Но если не интересно, то фиксироваться не на чем. И вы фиксируетесь на том, что вот для вас является, как бы, ну, самым таким актуальным. Вот. Это нужно понимать. Вот. Поэтому я бы, на самом деле, я бы, на самом деле, посмотрел бы на то, вот, что еще вы можете для себя найти в работе. Вот. То есть, что еще вам, что еще вас может, ну, как-то цеплять в том, что вы делаете. Вот. А если, как бы, ну, если вы ничего не найдете, да, то есть, если ничего вам больше не откликается, то, да, скорее всего, вы будете бояться, потому что в противном случае что будет? Будет просто пустота. Вот. А пустоты человек старается стремиться избегать любыми, 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 любыми способами, да, любыми путями человек пытается избежать пустоты. Это, ну, абсолютно нормальная история. Вот. Поэтому тут тоже нужно смотреть. Дальше. Если мы говорим про, значит, страх ошибки, да, то мы говорим о требованиях к себе, вот, и, к сожалению, мы говорим о требованиях к себе достаточно неадекватных. Вот. То есть, это тоже, ну, такой аспект, на который, как мне кажется, нужно обратить внимание. То есть, вам нужно, вот, как бы, посмотреть на то, да, а вот я-то вообще, ну, я-то вообще от себя требуется чего? То есть, то есть, то, что я от себя требую, это вообще, как, ну, адекватно, неадекватно, да? Вот. Вот. Насколько, насколько это реалистично, вот, то, что я от себя требую. И, соответственно, на это тоже смотреть, на это тоже обращать внимание нужно. Мне ещё показалось, что вы, как будто бы, боитесь, что вас, вот, знаете, знаете, как, ну, наругают, что ли? То есть, вы боитесь того, что вас будут ругать, что, вот, я сейчас сделаю что-то плохое, да, я сейчас совершаю ошибку, меня будут ругать. Это такая довольно, получается, да, детская позиция, вот, ну, позиция ребёнка, позиция ребёнка, получается. И вам бы надо из позиции ребёнка выходить во взрослую позицию, вот. Ну, понятно, что самостоятельно вы, может быть, сделать этого не можете, да, поэтому вам нужна в этом смысле помощь, вот, чтобы выходить из детского состояния. Например, не робить перед начальством, да, посмотреть на то, как именно вы, там, грубо говоря, реагируете, да, как вы реагируете на начальство, своё я имею в виду, вот. Нет ли у вас, ну, как бы, страха какого-то перед ним, перед начальством, опять же, я имею в виду, ну, вот. Это, на мой взгляд, довольно важная история, если мы хотим, опять же, вам помочь. Обращайте, обращайте своё внимание, по крайней мере, посмотрите на возможность такую, обратите своё внимание на, не на то, вот, что вы, ну, можете сделать что-то не так, а на то, что вы хотите, на то, что вы хотите в эту работу, ну, вкладывать, да, то есть, на то, что вам интересно в этой работе, и, собственно, на свои некие, некие, так скажем, цели, вот. То есть, какие у вас цели, какая у вас мотивация, вот. Если цели и мотивация, ну, если ваши цели, если ваши цели и ваша мотивация простроена как-то недостаточно, то есть, ну, недостаточно явно, это выражено, то, повторюсь, вы будете фиксироваться снова и снова на ошибках, вот. Просто потому, что человек, такое существо, что ему нужно на чём-то фиксироваться, ему нужно на что-то направлять свою энергию, понимаете? И чем больше, чем больше работа ваша вам не интересна, чем больше работа вам, ну, допустим, не откликается, тем больше у вас, вот, такой, ну, фиксации будет на том, что вы можете сделать что-то не так. То есть, про что вы здесь пишите? Вы пишите здесь про оценку. То есть, вы себя оцениваете. Попытка внешне себя оценить всегда связана с отсутствием внутренних интенций. То есть, когда моей собственной мотивации недостаточно. Когда моей собственной мотивации мало для того, чтобы, вот, наполняться. Поэтому, я не думаю, что есть, вот, что-то, ну, я не думаю, что есть, таким образом, что-то плохое в том, что вы боитесь ошибок. Но я также думаю, что фиксация на ошибках является искусственным и совершенно несправедливым сужением восприятия того, что вы делаете. Потому что у того, что вы делаете, есть, ну, ну, как бы, другие, ну, есть другие стороны, есть другая сторона у того, что вы делаете. У того, что вы делаете, есть другие грани. И, на мой взгляд, эти грани нужно заметить. Потому что они, эти грани, и есть вы, тоже. То есть, вы и, вы и есть эта грань. Вы и есть вот эти все грани. Но вы видите, пока, только одну грань. И в этом я вижу проблему для вас. Поэтому я бы, вот, как-то, я бы как-то смотрел бы больше на то, чтобы расширить немножечко ваше восприятие того, что вы делаете. Чтобы был не только страх ошибки. Чтобы было еще, помимо страха ошибки, чтобы было что-то еще. Ну вот. И если это сделать, если это получится, то страх ошибок совсем полностью у вас не уйдет. Но он, по моему мнению, и не должен полностью уходить. Просто нужно, чтобы было что-то еще. Вот. Как-то так. Как-то так. То есть, опять же, вот, если мы говорим, например, про... Если мы говорим, например, про самооценку, да? Если мы говорим про, ну, про отсутствие уверенности в себе, то о чем мы здесь говорим? Мы здесь говорим не о том, чтобы человек перестал бояться ошибок. Но мы здесь говорим о том, что человек понимал, что ему нужно, чего он хочет. Вот. Чтобы он чувствовал, в какой-то степени, чтобы он чувствовал, чтобы он чувствовал, что ошибки, ну, стоят того. То есть, чтобы это не было, просто я ошибся, да, и все. Что ошибки стоят того, что ошибки нормальны. Ну вот. Но восприятие этого возможно только в... Ну, как бы... В многообразии... В многообразии... Как бы... Ну, во многообразии сторон... Деятельности. Вот. А если вы видите свою деятельность только с одной стороны, то... Понятно, что будете вы... фиксироваться только на ошибках. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. -